Совет по реализации приоритетных национальных проектов обсуждал сегодня программу по повышению эффективности использования земель сельхозназначения. Эта тема одна из основных в программе развития агропромышленного комплекса. Чувашия характеризуется высокой плотностью населения, рельеф местности, изрезанная с большим количеством оврагов. Поэтому земля особо ценные ресурсы, использовать его надо эффективно. По статистике всего в республике 1 миллион 834 тысячи гектаров земель, из них половина сельхозугодья. К необрабатываемым землям возможно отнести более 140 тысяч гектаров, часть из которой сейчас требуется перевести в иные угодья, сельнокосы, пастбища, либо земли лесного фонда. Средний коэффициент использования пашни по республике составляет 81%. Наиболее полно используются пашни в Комсомольском, Шамуршинском, Яльческих районах. Ниже среднереспубликанского показателя используются пахотные земли Шумерлинским, Канарским, Арпасадским, Маликовским, Красночитайским, Козловским районами. Еще одна проблема, которая тормозит развитие отрасли, это мертвые души. По данным Минсельхоза в республике, 874 крестьянско-фермерские хозяйства сняты с учета в Чувашстате. А больше тысячи не отчитываются перед налоговиками. Площадь пашни таких хозяйств более 7,5 тысяч гектаров. В результате указанной площади не являются налогоблагаемой базой, кроме земельного налога, что потенциально приводит к снижению пополняемости муниципальных бюджетов. В настоящее время наиболее остро стоит вопрос легализации серой зарплаты, снижения неформальной занятости. Министерство сельского хозяйства ставит перед муниципалитетами задачу завершить работу по разграничению собственности, а также зарегистрировать права муниципалитетов на невостребованные земли, чтобы затем начать их обрабатывать. Земельный налог, аренда земель, все идет 100% на муниципальный уровень. У сельских поселений практически 80-90 или 95%. Это же трансферты практически, у них нет налогоблагаемой базы. Поэтому они в единой команде должны работать на результат. И по тем районам, где на сегодняшний день эти земельные участки есть, они должны быть все включены, все в оборот. В Бурнарском районе провели в качестве эксперимента мониторинг земель сельхозназначения. Проект позволил провести инвентаризацию пахотных земель, создать карту использования полей, проверить состояние пашни. В результате выявлено почти 4000 гектаров необрабатываемых земель. Заседание Совета было решено в рамках Всероссийской сельхозпереписи 2016 года провести инвентаризацию всех республиканских земель, сформировать электронную карту пашни и контролировать ее эффективное использование. Также обсудили и план мелиорации земель для обеспечения урожайности и объемов сбора сельхозпродукции. В Чувашии действует отдельная программа. Предприятиям оказывается господдержка в размере до 50% возмещения затрат на строительство и реконструкцию техперевооружения мелиоративных систем. В региональном бюджете на мелиорацию предусмотрены 20 миллионов рублей. Из федерального поступили 54,5 миллиона. К сожалению, в 2016 году ситуация может измениться. Уменьшение собственных затрат повлечет за собой и сокращение финансирования из федерального бюджета. Но тем не менее, Минсельхоз Чувашии предоставил на конкурс в российское отраслевое ведомство все необходимые документы. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Олег Якимов, Республика.